Всем привет! Многих из вас парит вот такой вот аксессуар в виде маски многоразовой тканевой на моем лице, поэтому давайте без нее я начинаю техноподбор эпизод 2. Поехали! Итак, дорогие мои зайчики и зрители, которые смотрят меня, ставят лайки и пишут комментарии, это по большей степени выпуск для вас. Смотрите, так как я заинтересован темами не только про электросамокат, ну и собственно про гаджеты и в частности мне немаловажна тема новой бета-версии и в будущем основной версии iOS 14 с прикольными фичами, с определенного рода новыми улучшениями и хочется, конечно же, поставить. У меня в семье есть iPhone 7, причем есть iPhone SE первого поколения и хотелось бы вот это все дело сравнить и посмотреть, как это все будет работать на непосредственно разных поколениях iPhone. Но сегодня речь пойдет о том, что сколько сейчас, в 2020 году, в июне месяце, конец июня, стоит, допустим, всеми любимая десятка. Десятка такой народный аппарат, первый iPhone с монобровью, первый iPhone, показавший, скажем так, AMOLED дисплей во всей его красе. Сколько он сейчас стоит на вторичном рынке? Понятно, что новые покупать смысла нет, есть официально восстановленные, стоят от 46-47, но это неинтересно за телефон 3-4 годичной давности платить такие бабки. Поэтому я рассчитываю в бюджет до 25 тысяч рублей, а примерно столько стоит новая семерка, можно взять 22, 23, иногда 21, семерочка, да? А тут за 25, 26, то есть немножко переплатив, вы возьмете бэушный аппарат. Что он из себя будет представлять за эти деньги? Можно ли вообще купить? Есть ли мошенники на Авито? Мошенники-то есть, это по-любому. Ну и в основном, конечно же, будут продавать одни рефы, поэтому я нашел один вариант. Сейчас пойду посмотрю, если все ок, то буду брать. Естественно, скорее всего, будут какие-то геморрой, естественно, будет что-то не работать, потому что адекватный прайс, ну, для меня неадекватный, но, как людям кажется, продавцам, что адекватный прайс на iPhone X в варианте от 32-35 тысяч рублей. Для меня это, ну, это очень дорого за этот телефон, потому что у него, ну, такие себе камеры, у него единственное, что хорошо, это вот дисплей. Ну, в принципе, все. Поэтому давайте смотреть бэушный iPhone X. Друзья, я встретился с человеком, и перед нами новый зеркальный бэушный iPhone X. Ну, скажем так, скажете вы, в принципе, ничего. В мясо-то не разбитый. 25 тысяч рублей. В чем подвох, Паша? Но это был бы не техноподбор и не мое «экспертное» мнение, если бы в этом телефоне не крылись несколько замечательных нововведений. Вот посмотрите, друзья, внимательно. Давайте сначала поговорим о комплектации. Что я получу, если я куплю этот телефон за 25 тысяч рублей? Ну, в первую очередь коробку. Оригинальную коробку с оригинальными e-mail номерами. И это, друзья, RST-аппарат. Это, в принципе, радует. Есть у нас чек на покупку этого телефона. Телефон, ну, год в феврале был. И плюс, считайте, год и пять месяцев, да? Год и пять месяцев. То есть, типа, он еще должен быть на гарантии. Но не тут-то было. Ряд нововведений, о которых я сейчас вам расскажу. Внимательный зритель, особенно знаток, ну, вы же у нас все знатоки, должен понимать, что перед нами... Господи, давай, фокусируйся. Телефончик от зеркальной поверхности не хочет фокусироваться. Вы можете заметить, что перед нами телефон с смененной задней крышкой. При этом крышка у нас достаточно китайская. Она имеет такое неплохое олеофобное покрытие. И, в принципе, все. Больше ничего не имеет. Впереди у нас установлено стекло. Вот у нас, видите, на перчатки не реагирует. Кстати, не только на перчатке, нет. Впереди у нас установлено защитное стекло. Его тоже надо снимать. Но человек говорит, можете снять, проверить. Ну, под ним, типа, все ок. Будем смотреть, будем наблюдать. Помимо смененной задней крышки, откуда вытекает отсутствие гарантии, то есть, ну, мы уже, наверное, не сможем этот телефон провести по какому-то гарантийному обслуживанию и по платному обмену, да, который можно, кстати, проводить. Если что, пишите в ЛСВК. В принципе, любую трубку можно поменять, если вы до сих пор об этом не знаете. Естественно, эта услуга платная. Телефон должен быть до двух лет, если РСТ, и до одного года, если Евротест. На американцы может быть, но, скорее всего, нет. Телефон не должен подвергаться каким-то физическим воздействием, а если подвергся, то не надо ничего на нем менять. Лучше напишите или как-то свяжитесь с теми людьми, которыми занимаются платным обменом, и поинтересуйтесь, что должно быть. Итак, перед нами, я уже, господи, забыл, как десяткой-то пользоваться. Честное слово. Перед нами вот такой вот замечательный экран. Ну, друзья, говорите, меня на экран или нет. Потому что человек утверждает, что экранчик на телефоне стоит оригинал. Друзья, в тот день, конечно же, наверное, магнитные бури не дали мне сконцентрироваться на каких-то основных моментах. Естественно, была какая-то определенная вера в продавца. Но, опять же, в принципе, за эти деньги это норм. То есть 25-24 тысячи рублей, ну, до 26, условно говоря. Но здесь не только задняя крышечка у нас смененная, потому что это очевидный факт. Это не оригинал, не рабочий Face ID. И тут я, ну, стал задаваться вопросом, почему не рабочий Face ID. Дома более детально все дело это осмотрел. И тут, ну, тут, как говорится, к бабке не ходи. У нас нет трутона. Соответственно, дисплейчик у нас смененный. Так как продавец у нас в процессе разговора, в процессе общения упоминал такие выражения, как Hardolet. Это одна из разновидностей дисплеев, которые меняются на iPhone X. И не только, кстати, на X, XS, XS Max и так далее. Я вас посвящаю в эту тему. То есть, есть Softolet, есть Hardolet, есть дисплей, оригиналы сняты, условно говоря, с оригинала, с iPhone. Ну, допустим, там умерла материнская плата, а дисплей остался в порядке, немножко в УЛИ, совсем в хорошем состоянии. Есть дисплей переклея. Скорее всего, это Hardolet, то есть, у него есть определенные моменты, ну, скажем так, в использовании. То есть, здесь сейчас установлено защитное стекло. Я его, естественно, буду снимать, чтобы смотреть. Все это мы повезем в мастерскую. Но отсутствие True Tone нам говорит о том, что помимо нерабочего Face ID, замененной задней крышки, естественно, здесь менялся дисплейчик. По качеству цветовой передачи дисплей, в принципе, не вызывает никаких нареканий. У него есть небольшие проблемы, как мне кажется, с откликом касания. Ну, это, наверное, мои просто уже нюансы. Опять же, установлено iOS 14. Вроде все летает, все быстро, но мне кажется, как будто бы, ну, немножко тупит. Хотя, на самом деле, я провел проверку дисплея, то есть, как бы, в том понимании, что вот иконку уберешь, зажимаешь, и она будет везде по экрану без проблем перемещаться, и сама клавиатура работает нормально, то есть, во всех местах экран прожимается, все хорошо. Может быть, просто после скоростной работы Honor V30 Pro, iPhone X кажется немножко туповатым. Может быть, еще что-то. Ну, в общем и целом, здесь, естественно, помимо нерабочего Face ID, замененной задней крышки, скорее всего, Face ID-то у нас не работает после замены как раз-таки дисплея, потому что все это делалось, может быть, неправильно, может быть, еще что-то. Может быть, повредили шлейф дисплея, модуля камер, то есть, всей системы камер, как бы, потому что сама камера, основная, как бы, точнее, фронталочка, у нас работает с неким мыльцом, как я вам говорю дальше или говорил в видео. В итоге, за эти деньги, ну, действительно, как бы, неплохо. Естественно, после обзора iOS 14 на iPhone X в сравнении с iPhone 7 iOS 14 он будет продаваться. Я думаю, что я поставлю ценник в 23-24 тысячи рублей. Если кому надо, до конца июля, если он не будет продан на Авито, пожалуйста, обращайтесь. Всегда проверяйте такие основные моменты. В первую очередь, это дисплей, выход с iCloud, во вторую очередь, целостность как раз-таки корпуса, винты, задняя крышка. Если у вас серая, это все дело белое. Соответственно, скорее всего, менялось это все. Ну и будьте, как говорится, внимательны, потому что на Авито очень много таких мастеров-самоделкиных, которые прикидываются дурачками в том понимании, что, ну, не знаю, я не менял. Ну, с одной стороны, он, как бы, и не соврал, а с другой стороны, наверное, может, другой менял. Может, он только поменял заднюю крышку, и в этом плане, как бы, вас не обманывает. Имейте в виду, будьте осторожны. Я считаю, что, в принципе, это нормальная сделка за эти бабки, как бы. Что у нас по винтам? Винтики у нас присутствуют. Они, естественно, откручивались. По кромочке у нас вот такая вот ситуация. Так как она у нас белого цвета, мы предполагаем, что у нас телефон был беленький, а стал черненький, base grey. Вы понимаете, да, о чем я? То есть у нас рамка стальная, телефон должен быть белый. Спереди-то они все черные, а здесь у нас серенькая. То есть уже не состыковочка, которая должна вас, если вы приобретаете телефон, в первую очередь насостороже. А я проверил, есть функционал, сеть, Wi-Fi. Все работает на этом телефоне. Мне сейчас вот разрешили с ним погулять, поснимать видос, для того, чтобы принять какое-то окончательное решение. А, еще самое-то главное, забыл сказать. У него, естественно, должно же что-то еще не работать. А у него не работает Face ID. При этом оно начинает вот так вот делаться, и потом становится вот так. То есть передняя камера, она у нас как бы рабочая, но оно вроде как такое, знаете, немножко как будто бы портрет. Оно как будто бы смыльцой. Понимаете, да, о чем я? Ну, в принципе, на переднюю камеру, на iPhone X мало кто снимает. Задняя камера очень хорошая. Фокус есть, все есть, без проблем снимает. Передняя тоже снимает, но, опять же, предварительно проконсультировавшись, у очень хорошего своего товарища, который единственный товарищ, один из единственных товарищей, который занимается сложными ремонтами iPhone. Кстати, Алексей, Алексей Сорокин, тебе отдельный привет тоже. Ну, ты видишь, в iPhone, наверное, не хочешь лезть, поэтому наш общий коллега в виде сам знаешь кого должен позаниматься этим аппаратом, если я его возьму. Лешенька, тебе привет. Ты тоже очень хорошо шаришь в телефонах, но iPhone ты не любишь ремонтировать. Поэтому, да, если что-то будет там не iPhone-овское, будем, естественно, к тебе. По самокатам, по другой технике. В общем и целом, ваше любимое выражение, в общем и целом. В общем и целом, это то, что у нас за 25 тысяч рублей, в принципе, предлагается взять устройство, рабочая лошадка, которая будет с одной симочкой, которая будет, в принципе, с неплохим экранчиком. Это у нас все-таки AMOLED. Должен быть, скорее всего, да. Будет неплохой экран. В принципе, узнаваемый 4-фактор, экосистема Apple. У меня возможность установить iOS 14. И, как минимум, наверное, продать в те же деньги. Либо, ну, либо, может, даже дороже, не знаю. Ну, вот 25 тысяч рублей. Я принял для себя решение, что я буду его брать. Друзья, что считаете вы? Напишите в комментариях. Конечно, барыги откусывают. Такие прям лютые, лютые прям барыги. Откусывают такие телефоны по десятке. По десятке откусывают, потому что они, ну, в какой-то степени либо не включаются, либо включаются, но экран разбит, и, соответственно, что-то будет непонятно. Но они понимают, либо приезжают на сделку с отвертками, либо пользуются, точнее, знают об этих телефонах каждый от А до Я. И по любой симптоматике они могут понимать себестоимость ремонта. Здесь телефоном можно пользоваться, как говорится, из коробки. Есть коцки, но они терпимы. Поэтому пишите свое мнение, стоит ли это 25 тысяч рублей, если вы хотите себе iPhone. Стоит ли вообще покупать и рассматривать десятки, потому что этот аппарат уже, как бы, ну, скажем так, морально скоро будет устаревать еще годик, и все, до свидания. Хотя они в рынке, в принципе, и даже немножко котируются. По памяти даже 64 гигабайта. Жду ваших комментариев. Что у нас по итогу? По итогу у нас за 25 тысяч рублей предлагается ультимативная трубка в плане экосистемы. Плохая основная камера, на которую можно делать, в принципе, неплохие портретики. Такая рабочая лошадка. Так что, если, кстати, пишите, если там до конца, условно говоря, июля, эта трубка, июля 2020 года, с отправкой по всей России, в ЛС ВКонтакте, если вы хотите такую трубочку. Поэтому, да, я буду брать телефон, который для многих из вас будет, скажем так, Да что, iPhone за 25? Ну, ребят, вы за 25 рубасов получаете доступ к экосистеме. К экосистеме Apple, которая, в принципе, дает очень многое. Они ориентировочные, 531 день. Сделали его 17-го, 12-го, 18-го. Соответственно, у него вот такой процент износа. И якобы цикл 531, ну, он приблизительно равен тому, что на самом деле происходит, потому что вот эта батарейка у нас показывает... Эта батареечка у нас показывает вот такие вот параметры госперенастройки, ФСД. Так, аккумулятор, состояние аккумулятора, 88%. Оптимизировано, все. Ни засветов, ни каких-либо точек нет. В принципе, за эти дела, я думаю, что... Наверное, не зря. Может быть, получится все это дело еще и отремонтировать. Ну, вот этот такой вот черненький. Такие пироги. Пишите, что вы думаете. Говорите, Дональд Дак, если досмотрели до этого момента. Тем самым я понимаю, что вы досмотрели до конца. Ставь лайк или дизлайк. Ну и совсем скоро увидимся. Буду ставить iOS 14 на него. Всего доброго. Пока-пока.